Все, дорогие друзья, мы собрались. Время 17.37 на моих. Все, идем домой. Счастливенько. Спасибо этому дому. Спасибо этому дому. Идем к родному. Идем к родному, да. Пошли, Грибоваш. Давай, с Богом. Сейчас переправа через ручей. Ты с первой пойдешь? Давай я пойду первый. Ну давай, это, как его? Скорость включай другую. Ага, понял. Повышенную, да? Повышенную, да. Это вот так долго будем идти. Нам надо дойти до темна, до телевышки туда. Ну, на дорогу. Понятно. Чтобы в темноте по лесу не фигачить. Вода вроде не поднялась, да, Грибоваш? Нет. Как бы мне не подскользнуться тут с видеокамерой и не набрать воды. Ух ты, тут глубина, как сразу. Грибоваш, так резко, как лань. Ты как лань прям. Ой, спасибо большое. Быстро ты. В сапоге. Дырка? Немного есть, немного лань, сапога. Ну ты быстро прошел. Я быстро пошел. Подожди, ты так прямо шел, да? Да. Вот я прямо зашел. Белые розы, белые розы, без защитных шефей. Ой, мамочка. Не падай. Вроде так немножко вода упала. Немного, ага. Да? Да. Раньше было, ну вот как шли сюда, глубже было. Да, да, да. По львам было подряд, в сапог. А сейчас маленький пониже стало. Вот так. Ну что, все, давай. Все, давай. С Богом. С Богом. Опа. А на этот налево там. А, ну иди, иди. Тропа. Я тут не знаю, не знаю, не знаю, где-то. А, плохо видать? Ага. А, ты ее не можешь достать? Ага, вон, сюда достал. Будешь им светить, да? Да. Ну давай, я за тобой. Ага, давай. Последние метры болота, как бы не провалиться. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Бабушка, ай. У меня все руки заняты. В одной руке фонарик, в другой видеокамера. Все, наконец-то, наконец-то, твердая земля. Твердая земля. Гриба-бас уже на горе, да? Обычно я уже встал, боже. Сейчас по маленькому скажу. Ага. Вот так. Понятно. Ух, все. Сейчас передохнем. Ага. И пойдем уже до поселка. Ух, уже такие фонарики налобные не доставали. Ага. Пользовались вот такими фонариками. Ага. Видеокамеру, говорю, Гриба-бас, зрителям, нашим любимым. Вот. Это нам выслал Парвис Мессенджер. Мессенджер, если правильно, да, правильно вроде бы сказал. Ссылочка будет в описании под видео. Подписывайтесь на его канал. Все, да, Гриба-бас, все? Да, все. Можно тебя снимать? Можно. Ну, рассказывай, как ты? Как дорога, как что? Провалился ты один раз сильно, да? Сильно. Я, короче, шел. А там как, была такая лустика была. Ну, там не было дна. Я шел, нога, врух, и пошла туда. Я, правый, и упал, короче, на руки. Ну, такое спасло. Я ногу поднял, ты вырвал туда. Дна не достал. А я до этого... Ты даже дна не достал? Дна не достал. Только на камне висло в воздухе. Фонарик не потерялась. А я тоже споткнулся. Я, как бы, полетел самолетиком. Ага. За 20 минут, как ты вот упал-то. Ага. Ты же слышал, да? Ну, я же так, мамочки. Так же и я. И плашмян, бах, в воду, и упал. Да. Ну, давай, отдохнем, да пойдем. Ага. Утек, грибовас, понравился, да, фонарик? Понравился, фонарик отличный. Хороший фонарик. И светок отличный. Фонарик, большое спасибо. Фонарик, я очень доволен фонарем. Я у грибоваса хочу, знаешь? Ой, знаете, что я хочу спросить? Грибовас, расскажи, как ты купил мотоцикл. Мотоцикл? Да, да. Короче, мотоцикл, это было как? Это самый Никольский Олег купил мотоцикл у Сереги Шалаева. Иж третий. Вот, ну, по себе же большой мотоцикл, тяжелый очень. Вот, и как я подхожу к нему, короче, летом. А ты не помнишь, сколько лошадей? А вот не помню, вот это я. Ну, он уже покатался маленько. Серега Шалаева на нем долго ездил. Ну, Никольский поездил, где-то, может, неделю поездил. Ну, где-то около месяца поездил, так, где-то вот. Вот. Ну, долго он, короче, ездил. Я подхожу до Никольского, мол, так и там, мол, продай его, пожалуйста, этот мотоцикл. Он говорит, давай, 300 рублей, он будет твой. Вот. Ну, я получил получку, это 500 с чем-то рублей. Вот, прихожу до Никольского, мол, так и так, мол, деньги, все, мол, поехали. Мол, давай, я его куплю. Он говорит, поедет, как же, на дорогу на Манане, мол, покажи, как ты катаешься, все. Я, поехали, ну, мы шлемаки, все одели. А он уже права, мол, цикл был, на него был записанный. Вот, ну, приезжал на Манане. А вот я уже были права или не было? У кого? У тебя. Были права. Ага. Вот. Я только заодно права сдал на мотоцикл. Вот. Мы с ним приехали на Манане. Вот, ну, я сел за руль, проехали, все хорошо было. Он, давай, покупай. Мол, давай деньги. Я ему отдал 300 рублей. Вот, уже мотоцикл был мой. Приехал из себя. У меня сарай такая узенькая такая была сарайочка. Поставим сарайку в эту. Вот там мотоцикл стоял этот. Потом Димка у меня тоже. А у Димки не было прав. Ну, он брал должен на мотоцикл кататься, брал у меня. Он взял он и Виталик Тюриков. Они поели кататься. Димка помыла его, все, он красивенький, чистенький. Вот, и я потом поехал. А потом сижу дома. И Бобин Игорь только пришел с армии. Не, не, да, это ты уже рассказывал. Да, ну, все рассказывал, да. Ты мне расскажи, сколько ты вообще на нем откатался времени на мотоцикле? О, где-то около месяца. И потом уже в аварию попал, да? А потом в аварию разбился я. Ну, кому интересно про аварию послушать. Это видео называется «Грибобаз жарит блины». Да. Набирайте это видео, там он рассказывает про аварию. Ну, а этот, вот ты в Шлемаке, когда ездил, ты скорость на нем какую самую давал? Ну, самую большую я давал 90 км в час. Ну, страшно все-таки на моем мотоцикле, да? Да, страшновато. А где это ты? На станцию ездил или куда? На станцию ездил я. Вот там, на этом участке давал скорость, да? Да, да. Вот там давал скорость я эту. Понятно. Слушай, Грибобаз, у меня новый вопрос пока, вот идем до дома. Ну? Ты, может быть, знал каких-нибудь из своих друзей, у которых были какие-то уникальные способности? Ну, они что-то так могли делать, которые не могли другие делать. Нет, такого не было. Точно? Может, подумай там, блин? Нет, нет. Все серьезно? Серьезно. Все без уникальных способностей? Да. Только что музыкой многие увлекались. А так? Нет, такого не было ничего. Ну, там, знаешь, типа пальцы гнуть могут в такси. А, нет, нет. Такого, знаешь, вот. Нет. А, то, что в Бобин играл, он занимается желатлетикой. Ну, он, короче, как? Ну, у него получит, короче, растяжка. Он сидит, что, короче, распогат. Ну, не, это не уникальная способность. Это у многих есть растяжка хорошая. Не пойдет грибовас. Это да, туда я. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Грибовас, расскажи, как вот вы за елкой сходили и потом спали-то эту историю. Ну, мы елку выбирали метра-полтора высотой, чтобы она чуть-чуть не хватало до потолка. Ну, такая елка пустит. Это вы с кем ходили? А, с отцом. Я и отец. Вот. Ну, брат, такая маленькая. А сколько лет-то тебе было? О, потому что я помню уже. Лето в 15, 16, 17-го когда было мне еще. Ну, ну, ну. Вот. Ну, мы одевались, афазинь им одевались, одевали вальники, вальники мы одевали. В общем, одевались мы тепло. Фонарики брали и с ним и в лес. Вот. Ну, мы шли без лыж, так мы шли. Такую пилу брали небольшую, такую. Вот. И мы эту елку спиливали. И потом на себе несли ее домой. Домой приходили. Ставили, брали ведро. Туда ватами набивали полное ведро. В воды наливали полное ведро. И в нее ставили елку. Только ваты, да? Ваты, да, самой. Целое ведро ваты? Да. А не песок? Ваты. Ого. Вот. А где вы вату столько брали? Покупали в магазине. А-а-а. Потом встали Деда Мороза, снегурники ставили под елку. Вот. И то, когда поставили, а вот ночью мы с мамой спали под елкой под этой. Сели матрас и ложились спать на подушке. Все. И мы спать ложились. Запах, наверное, чувствился, да? А? И запах такой приятный был такой. Вот. А потом ее нарядили на следующий день. Потом ее наряжали елку. Вот. И потом уставляли Новый год. А что у вас на столе-то было? Ну, я же не помню. Ну, была картошка печеная с курицей. Там, кстати, пирожки всякие были. Вот там мандарины, апельсины. Вот. Помидоры были. Огурцы. Вот. Ну, уже, короче, забыл. Давно было, да? Давно уже было, да. Понятно, понятно. Давно уже было, да. Ясно. А сейчас грибобас расскажу, что мне нравилось. Я иногда приходил к грибобасу. Но я ходил не к грибобасу, а к Димке, к своему брату. Ну, к двоюродному брату. Родному брату грибобаса. Мы, считай, одногодки почти. Он 73-го года, а я 72-го. Ага. В одном классе мы учились. Эти, когда вы эти делали, грибные пельмени. А-а-а. Вообще вкус такой необычный. Вот у этих грибных пельменей. Их же делают сушеных грибов, да? Да. Замачивают сушеные грибы и там проворачивают. Угу. Классно вообще. Грибы хорошие получаются. Мы, кстати, с грибобасом тоже так, ну, попробовали эти сделать грибные пельмени. А-а. Ссылочку я оставлю на это видео вверху посередине. Вот, взгляните, как мы там эти делали пельмени. И как их кушали. Угу. Сейчас идем с грибобасом. Чувствуется уже такая усталость, да, грибобас? Да. Уже этот грибобас, смотри, бредет как в бреду, да, скажи? Ну, где почему? Устали. Устали, да? Ну. Ну, так уже как бы не спеша мы идем, да? Ну. Так уже так, не спеша идем. Уже подходит к концу наш любовный поход. Дорогие зрители, как придем до поселка, будут заключительные грибобасы, заключительные чмоки нашим, дорогим зрителям. Будут, да, будут. Так что дождитесь уже до конца похода. Грибобас. Да. У тебя хоть сил-то хватит на поселке чмоки послать зрителям? Хватит. Хватит? Пошлю. Ну, я, у меня тоже хватит сил. Монодец. Все, дорогие зрители, мы уже находимся на поселке Южном. Спасибо за внимание. Ну, ну, ну. Мы вас очень любим. С вами был Тони Грибобас. И Джон Клюкер. Удачи. Удачи. Так, маленький постскриптум. Я, Грибобас, смотри, у тебя что-то нос какой-то красный. Замерз, наверное. Замерз. Да, совсем забыл вам сказать, дорогие зрители, подписывайтесь в нашу группу, группу ВКонтакте. Она называется Тони и Джонни в Ютьюбе. Это группа ВКонтакте для тех зрителей, кто хочет совместно с нами какие-то проекты осуществлять. Ну, при помощи вашей, дорогие зрители. Все, спасибо. Спасибо за внимание.